Меня зовут Кукушкина Диана Михайловна, я биолог, биохимик, кандидат биологических наук. И сегодня мы с вами будем обсуждать тему подготовка детей к школе и как использовать продукцию НСП в этом процессе. Конечно, начало учебного года это всегда очень важный момент. Дети все разные, кто-то школу ждет, кто-то ждет, не дождется, когда встретится с друзьями, не потому что хочет учиться, а потому что хочет с друзьями встретиться, с одноклассниками. А кто-то боится начала учебного года, потому что у него какие-то сложности были, и вот он боится этого процесса. Но учиться все равно будут все. А мы, с своей стороны, должны сделать их учебу максимально результативной и при этом постараться сохранить их здоровье. Трудно сказать, что главное, но вот есть такая народная мудрость, были бы кости, а мясо нарастет. Поэтому давайте мы с костей и начнем. На самом деле, то, что были бы кости, а мясо нарастет, это чистая правда. Потому что, когда ребенок растет, ему происходит увеличение костной массы, его нужно обеспечивать соответствующими макро- и микроэлементами, витаминами, белками, жирами. И все это только хотя бы для костей, не говоря уже о других всяких задачах. Вот провал по любой из этих позиций, которые я перечислила, все это чревато снижением успеваемости, ухудшением здоровья и поведения. А еще, что обидно тоже, что ребенок может не реализовать свой генетический потенциал, как по физическому, так и по умственному развитию. Например, он бы мог быть талантливым ученым, ему это дано генетически по роду от родителей. А ему, например, не хватило кальция. Он был неусидчив, вертелся на уроках, агрессивно вел себя, конфликтовал с учителями, с родителями. В результате ему пришлось пойти на работу в шиномонтаж. А его интеллектуальные способности, его задатки, они гораздо выше. И поэтому он недоволен своей работой. Ну и дальше самые разные, не очень хорошие сценарии могут быть. А может быть, ему не хватило омега-3 полиненасыщенных жирных кислот? В результате было нарушено образование новых нейронных связей? И он плохо запоминал материал? Может быть, поэтому он не смог реализовать свои возможности? А может быть, ему не дали морских водорослей? И из-за дефицита йода у него мышечная слабость, заторможенность, сонливость. Он задремывал на уроках, плохо учился. И так далее, и так далее. Много-много раз. А знаете ли вы, что ребенок уже к моменту своего рождения может потерять 30% интеллекта, если его мама во время беременности не получала достаточно йода и селены? Если честно, то осознавать это очень печально. На самом деле, подавляющее большинство родителей стараются и уверены, что кормят детей хорошо и правильно. А между тем, уже 120 лет назад человечество живет в условиях витаминно-минерального дефицита. Поэтому еда даже дорогая и вкусная, даже с любовью приготовленная, она просто не может обеспечить потребности растущего организма. И сейчас ученые говорят о нехватке не одного-двух микроэлементов в диете современного человека, а о микроэлементозах, то есть о глубоком дефиците целого спектра микроэлементов. Так как каждый микроэлемент является обязательным компонентом какого-либо фермента, то при таких состояниях страдает весь обмен веществ и, соответственно, и рост, и здоровье, и умственные способности. Ликвидировать этот дефицит непросто и небыстро. Специалисты утверждают, что для ликвидации дефицита, например, цинка, а он входит в состав более 300 ферментов, для ликвидации дефицита цинка требуется около 6 месяцев. Так что мы сейчас будем все обсуждать и будем потихонечку все стараться разрулить. Итак, что же первонаперво бросается в глаза, когда возникает дефицит макроэлементов, таких элементов, из которых строятся кости? Кальция и магния. И происходит нарушение осанки ребенка. Все дети сидят, вы сами знаете, правое плечо ниже левого, согнутые, дугой, наперекосяк, и вот результаты. Происходит искривление позвоночника, причем перекашиваются и плечи, и сам позвоночник, и возникает компенсаторные изгибы дополнительные. И все это сказывается на здоровье ребенка, и в том числе на состоянии шейного отдела позвоночника, и на кровоснабжении мозга, и, соответственно, на интеллектуальных способностях человека. Вот здесь вот мы видим искривление позвоночника, когда он перекошен на бок, а вот здесь мы видим, когда перекос с прогибом вперед. В отличие от нормы, мы видим, как здесь уходит осанка ребенка. И мы говорим о том, что этих питательных веществ для строительства костей в современной еде не хватает. Но на самом деле ситуация усугубляется еще и тем, что мы очень часто детям позволяем, покупаем или разрешаем покупать те продукты, которые выводят эти элементы из организма, выводят кальций, выводят магний. Это вот такие вот газированные сладкие напитки. И это вот то, что необходимо исключить. Если ваш ребенок все-таки хотя бы иногда это покупает, постарайтесь заменить это другими напитками, полезными напитками и не позволять ему ни в школе, ни дома потреблять эти продукты. Потребление вот именно этих продуктов привело к тому, что в современном обществе появилось новое явление – юношеский и даже детский остеопороз. Раньше этого не было. И все это не в последнюю очередь связано и с потреблением вот таких вот напитков. Где мы можем взять эти макроэлементы? В каких продуктах? Вот здесь приведены список продуктов, богатых магнием. Как вы видите, в основном больше всего магния – это в орехах. И это необходимо учитывать и вводить орехи, в рацион детей, особенно когда они будут учиться в школе. Магний нужен не только для построения костей, но, как вы знаете, и для нервной системы тоже очень нужен. Где можно взять кальция? Больше всего кальций содержится в молочных продуктах. И самый богатый кальцием – сыр и творог. И также мы прекрасно знаем, что когда мы покупаем сыр, мы не всегда уверены, что он только из молока. Как же и творог. Поэтому очень важно поддерживать во время учебного года такую дозировку кальция и магния, для того, чтобы детям хватало. Сколько же детям нужно. Вот в соответствии с рекомендациями ВОЗ, это вот такие дозировки. Дети до трех лет должны получать 600 миллиграммов, в подростковом возрасте вдвое больше. И вот эти вот нормы, информация об этом доступна, она есть в интернет, и вы можете всегда с ней познакомиться. Это по кальцию. Вот это вот рекомендации по магнию. И здесь мы видим, что детям маленьким до трех лет 150 миллиграммов, а вот школьникам уже 250 нужно, а в подростковом возрасте 300 миллиграммов. Помимо того, что мы, безусловно, будем при составлении рациона, будем учитывать, какие продукты необходимо использовать для детей во время учебного года, чтобы они росли и при этом не ломалась, не нарушалась их осанка, не портились зубы, не ломались косточки. Дополнительно к тому, что мы будем учитывать рацион, можно использовать и нужно использовать продукцию Nature Sunshine. Кальций-магний-хилат. Кальций-магний-хилат – это хилатные соединения кальция и магния, которые сопровождаются соответствующим количеством фосфора и витамина D именно так, как это в природе. В природе кальций соединен с органическими кислотами. Например, в яблоках кальций соединен с яблочной кислотой. В томатах – с ощевелевой кислотой и так далее. В лимонах – с лимонной кислотой. И именно такая форма, она является усвояемой. Кальций-магний-хилат – это хилатная форма и кальция, и магния. И является биодоступной, и ее можно использовать для поддержки здоровья ребенка в любом возрасте в соответствующих дозировках, о которых мы говорили. А содержание кальция и магния, оно вынесено на этикетку. Но на самом деле, если у ребенка дефицит кальция, то это касается не только нарушения его осанки и развития рахита, но это нарушение формирования зубов, патологические изменения хрусталика глаза, нервные расстройства, возбудимость и даже судорожный синдром. Почему это происходит? Дело в том, что от уровня кальция зависит порог возбудимости нервов и мышц у человека. И поэтому при дефиците кальция снижается порог возбудимости, и ребенок бурно реагирует на самые незначительные раздражители. А снижение порога возбудимости мышц приводит к тому, что мышцы сокращаются и никак не могут расслабиться. И мы часто слышим рассказы от родителей, от бабушек, от дедушек. Во всяком случае, мне часто приходится слышать это даже не жалобы, а просто как бы рассказ. Вот там у внука или у дочки икры сводят, ноги сводят. А на самом деле, это показатель глубокого дефицита по кальцию и по магнию. Когда не хватает кальция, то мышцы сокращаются и не могут расслабиться. Когда не хватает магния, возникают спазмы. И мы знаем, что при дефиците магния в организме возникают спазмы не только мышц ног, но и спазмы мышц сосудов. Почему при повышенном, например, давлении, при гипертоническом кризе делают в том числе и магнезию, магний. То есть это результат дефицита магния. Очень важно для костей также и такой препарат, как коллоидные минералы. Дело в том, что очень важным микроэлементом, который используется для правильного построения костей и для правильной осанки, это кремний. Кремний тоже должен быть в усвояемой форме. И вот такой продукт, как коллоидные минералы, содержит больше 60 микроэлементов в коллоидной усвояемой форме. Этот продукт получен из древних залежей. В этих залежах эти микроэлементы превратились в хелатные соединения с органической кислотой, которая называется пульвовая. Эта кислота относится к гуминовым кислотам. То есть это то, что в почве, и то, что в почве образует хелатные соединения с разными минералами и усваивается растениями. Эта форма микроэлементов очень хорошо усваивается человеком. И для детей она полезна как источник всех микроэлементов, и в том числе и кремния для осанки. Важным продуктом, особенно с того момента, когда дети солнечную полянку и песчаный берег речки сменили на класс, на парту, на компьютеры, давать дополнительно витамин D в соответствующих дозировках. Мы об этом очень много говорили на предыдущей лекции. Я сейчас много останавливаться не буду. Но скажу только, что витамин D, он далеко не только для профилактики рахита и для осанки ребенка. Он обладает очень мощным воздействием на все клетки организма. Во всех клетках организма есть рецепторы к витамину D. И недостаток витамина D сказывается и на иммунитете, и на работе нервной системы, и на правильном считывании генетической информации. Очень важным для поддержания опорно-двигательного аппарата костей является также эффективная работа щитовидной железы. И поэтому мы рекомендуем давать детям водоросли. Препарат называется КЕЛП. Он содержит две морские водоросли и очень богат биодоступной формой йода. Дело в том, что на той территории, на которой мы с вами живем, в наших почвах, очень глубокие дефициты йода. И, соответственно, как бы ни старалась щитовидная железа, как бы она не увеличивалась в объемах, она никак не может обеспечить организм йодом. И это приводит к йододефицитному состоянию. И от этого страдают и нервные системы, и рост ребенка, его интеллектуальное развитие. Но и усвоение кальция тоже страдает. Поэтому наша задача обеспечить ребенка и продуктами питания, которые содержат достаточное количество кальция и магния, и витамином Д, и запустить щитовидную железу, чтобы она тоже обеспечивала усвоение этих микроэлементов. Мы привыкли к тому, что мы видим вот таких вот деток, и мы даже не догадываемся, что это не что иное, как йододефицитное состояние. Это гипотериозное состояние ребенка. Вот такие щечки, такой вот подбородочек. И вот как выглядит эта же девочка, когда восстановилась функция щитовидной железы. Вот такие дефицитные по йоду состояния мы не замечаем, но они могут быть и более глубокими. Это может выглядеть и вот так. То есть, когда очень глубокий дефицит йода, когда щитовидная железа никак не может справиться. И вот в этом случае мы видим, насколько вот это дефицитное по гормонам щитовидной железы состояние приводит к миксидемам, к отекам слизистой. И ребенок набирает вес, при этом ребенок может вообще очень мало есть. Девочка может стесняться своей полноты, переживать. Она может отказываться от еды, у нее может падать гемоглобин, она может падать в обмороке из-за того, что она просто не доедает. Но она ничего не может сделать со своей полнотой. И вот это вот надо знать, учитывать и помогать нашим детям во время учебного года. Второй очень важный момент – это поддержка нервной системы. Дети за лето разбаловались. У них чаще всего сбит режим дня. Дело в том, что если ребенок находится на свету и через глаз поступает свет, то этот свет блокирует выработку гормона мелатонина, который вырабатывается эпифизом. И очень важно, чтобы в комнате ребенка не было ночников, дежурного света, никаких разговоров отвернись к стенке и спи, потому что светящийся экран – это все достаточные стимулы света для того, чтобы перестал синтезироваться мелатонин. Если мы посмотрим, в какие часы времени синтезируется мелатонин, гормон сна, то мы увидим, что начало выработки этого гормона приходится на время после 20 часов и заканчивается, ну, где-то около, ну, падает резко, вот с 8, с 6 до 7. Поэтому, друзья, надо, чтобы ребенок ложился в 9-10 часов, и его, даже если он спит долго, если, например, он учится во вторую смену и спит долго, то все равно ему необходимо в районе 7 часов вставать. Почему? Потому что, если он спит позже, даже при полной темноте, даже при выключенных светильниках, даже при зашторенных окнах, необходимое количество мелатонина выделяться не будет. То есть тут должны соблюдаться два фактора. Здесь должен соблюдаться фактор ночи, времени суток и темноты. Вот сочетание этих двух факторов обеспечит выработку необходимого количества мелатонина и соответствующей регуляции и нервной, и эндокринной системы ребенка. Вот что пишут специалисты, что для биологии и фармакологии мелатонина чрезвычайно важно, что максимум его секреции как у человека, так и у животных приходится на темное время суток. И даже у тех животных, которые ведут ночной образ жизни, пик мелатонина все равно приходится на темное время суток и не происходит на свету. И поэтому всякие разговоры про жаворонков, сов, понимаете, все это, это как бы уже вторичные разговоры, потому что биология этих процессов, фармакология мелатонина, научные данные, они свидетельствуют о том, что вот эти вот пиковые значения мелатонина, они для всех пиковые. И поэтому, возможно, следует посмотреть и проанализировать вот эту ситуацию с привычкой ложиться поздно и вставать поздно или ложиться рано, вставать рано. Несколько других позиций. Например, неизвестно, что существует такая теория о двухчасовом периоде активности с момента, когда ребенок родился и последующей двухчасовой пассивности. И вот если знать момент рождения ребенка и посчитать эти два часа с момента рождения два часа, это когда ребенок бодрствует. Следующие два часа это когда он с удовольствием ляжет спать. И вот просчитать это по суткам и просто подогнать, когда же ему лечь. Кому-то, может быть, нужно лечь в 8.50 в 20.50 потому что например, уже в 21.15 он уже может выскочить из этого двухчасового интервала сна и как бы и не успеть. И тогда он эти следующие два часа будет гулять и потом да, вот я сова там вот, а он у нас сова понимаете, что может получиться. и так же утром. Может быть, если разбудить ребенка на 15 минут позже, то это будет очень хорошо для него, потому что это совпадет с началом вот этих двух часов бодрствования. И наоборот, если, например, его бодрствование в тот момент, когда ребенку уже надо вставать, переходит в сон, может быть, его разбудить на 20 минут раньше, и тогда он не будет перебарывать вот этот двухчасовой период сна и не будет стресс для нервной системы, вот с этой точки зрения можно поанализировать, поискать. Те люди, которые практикуют это, говорят, что это очень хорошо помогает. очень важно знать роль мелатонина для того, чтобы добиваться этих эффектов. Мелатониновые рецепторы, они описаны во всех структурах головного мозга. И наиболее богатой кора больших полушарий и гипоталамические ядра. Ну и кора больших полушарий мы знаем, что занимается мыслительным процессом, а гипоталамические ядра, они регулируют и контролируют работу эндокринной системы, то есть они, по сути дела, гармонизируют работу всего организма, все здоровье. Особая роль в обеспечении когнитивных процессов принадлежит гиппокампу. И вот именно здесь очень много мелатониновых рецепторов. считается также, что мелатонин это самый сильный антиоксидант нервной системы, и что он способен восстанавливать и предохранять мозг человека от любых негативных воздействий. При недостатке мелатонина происходит нарушение памяти, и слуховой памяти, и зрительной памяти. У человека появляется неадекватное поведение, нарушается мозговое кровообращение, возникают вегетососудистые расстройства. Мы об этом еще, об этой роли мелатонина мы еще будем говорить. И вот тогда возникает так называемая вегетососудистая дистония, то есть нарушение кровообращения и вот эти сосудистые расстройства. Вегетососудистая дистония это результат повышения внутричерепного давления. у ребенка это может проявляться в виде повышенной потливости, потеют ножки, ручки, может быть учащенное сердцебиение и даже такие вот состояния предобморочные иногда наблюдаются. У этих людей повышенная метеочувствительность, то есть голова работает как барометр. Как только начинает атмосферное давление падать, так и повышается внутричерепное давление и болит голова. Что тогда происходит? Что значит повышенное внутричерепное давление? О чем это? Вот посмотрите, здесь мы видим, что внутри мозговых структур находятся вот такие вот желудочки мозга, заполненные жидкостью, или их называют цистерны. И в том случае, когда в этих цистернах накапливается жидкости больше, чем это должно быть, то она начинает придавливать вот эти мозговые структуры, давить на них изнутри и придавливает их к костям черепа. И тогда эти нервные клетки, которые придавили, они возбуждаются, и организм, нервная система ребенка всегда находится в подвозбужденном состоянии. ребенок не может успокоиться, он гиперактивен, у него дефицит внимания, у него может часто болеть голова. И это все может быть результатом того, что нарушился отток жидкости. Отток жидкости может быть нарушен, и в силу того, что в шейном отделе рыхлые позвонки, нестабильный шейный отдел позвоночника приводит к необходимости ребенку напрягать мышцы шейно-воротниковой зоны. Эти мышцы сдавливают сосуды, а венозные сосуды, они более слабые, чем артериальные. Мы это все знаем, что есть такое даже варикозное состояние. И вот эти вены передавленные они не могут обеспечить хороший отток жидкости из желудочков мозга. И там создается давление, как бы дополнительное вот это дельта давление, которое будет эту венозную кровь выталкивать, устанавливается какое-то равновесие, но неблагополучное равновесие. Это равновесие чревато тем, что сдавливаются еще и мозговые структуры. И при повышенном внутричерепном давлении естественно снижается, нарушается кровоток и происходит задержка, дозревание мозговых структур. А постоянное раздражение клеток от того, что они придавлены костям черепа, имеет место постоянное раздражение и как я уже говорила, возникает гиперактивность, дефицит внимания. Эти дети, эти люди, им очень трудно расслабиться, им просто невозможно расслабиться. И вот это вот состояние невозможно расслабиться, оно может стать причиной склонности и к наркомании, и и к пьянству. Давайте посмотрим, какие причины могут быть еще к тому, что развивается повышенное внутричерепное давление. Это может быть кислородное голодание, недостаток кислорода в период внутриутробного развития ребенка. И тогда вот эти среднемозговые структуры, и в том числе эпифис, который должен синтезировать достаточное количество мелатонина, они не справляются с своей задачей. Это может быть результат асфиксии новорожденного, то есть полная остановка дыхания. Это такое тоже случается. Как мы уже говорили, причиной может быть нестабильность шейного отдела позвоночника. Это может быть нарушение затрудненное дыхание, из-за хронических респираторных заболеваний, когда ребенок особенно ночью, он задыхается, не может продохнуть. И также это может быть и нарушение регуляции мозгового кровообращения за счет недостатка мелатонина. То есть вот смотрите, здесь и кости очень важны, и световой режим, режим дня для ребенка абсолютно необходимо соблюдать. По крайней мере, нужно приложить к этому все усилия. У нас есть продукты, которые могут помочь при этих состояниях. очень хорошо, активно и давно мы используем продукт НСП Готукола, его ботаническое название Центелла Азиатская. Готукола и Бакопа Манье это две травы особые, которые особо выделяются и в аюрведической медицине, и всеми травниками. Это две таких травы, которые омолаживают организм и восстанавливают и улучшают работу нервной системы. Все эти травы работают на уровне, на том уровне, где один нерв, нервный отросток одной клетки передает сигнал на нервный отросток другой клетки. Вот это пространство между двумя отростками нервных клеток называется синаптической щель. Когда сигнал идет по нерву, он имеет электрическую природу, а вот когда нерв заканчивается, то этот электрический сигнал приводит, вызывает синтез и выделение в синаптическую щель медиаторов. В данном случае медиатор ацетилхолин и его задача, когда он выделится в эту щель, вызвать такое же возбуждение в другом отростке другой нервной клетки и тем самым осуществить передачу нервного импульса. Вы все знаете, что в организме и особенно в высшей нервной деятельности участвует бесконечное множество нервных клеток, там нейронные сети, там бесконечное множество вот таких передач происходит. И если вот эти передачи происходят неэффективно, то страдает и запоминание, и интеллектуальная деятельность, и соответственно учеба и развитие. И вот Готукола это один из тех препаратов, которые помогают эффективно образовываться и выделяться вот этим пузырькам с ацетилхолином. То есть Готукола помогает работать нейронным связям. Следующий продукт, который мы используем в этих программах, в программах улучшения мозгового кровообращения, улучшения памяти, учебы, запоминания, развития ребенка, это лицетин. Лицетин это очень важный строительный материал и для центральной нервной системы, и для периферических нервов. Центральной нервной системы большой мозг человека на 30% состоит из лицетина. Периферические нервы, имеющие миелиновую оболочку, они на 18% состоят из лицетина. Но в данном случае для нас еще очень важно, что лицетин это тот строительный материал, из которого синтезируется в том числе ацетилхолин. То есть вот выделяться, формироваться пузырькам, выделяться помогает год укола, а сырьем для синтеза является лицетин. еще один продукт, который у нас появился относительно недавно, но уже завоевал очень большое уважение и любовь, является Майнд Макс. Майнд Макс, он содержит и Готу Колу, и Бакопу Манье, то есть обе вот этих удивительных травы, которых в Индии называют Брахма, по имени Бога Брахмы, тем самым как бы таким названием они подчеркивают важность, важность в развитии, важность этих трав в долголетии, и в этот продукт входит, в Майнд Макс входит и Бакопа Манье, и Гот Укола, еще туда входит Гинго Белоба, который улучшает капиллярный кровоток. Все это чрезвычайно важно для работы нервной системы, особенно когда учебный год, когда нужно сосредоточиться, нужно запоминать, нужно усидеть и в школе, и дома потом за уроками, и все это очень хорошо помогает. Можно их сочетать. Я обычно рекомендую к небольшим дозировкам Майнд Макс добавлять одну капсулу Гот Укола с утра. Почему? Потому что Бакопа Манье, она лучше все работает в небольших дозировках, какие как раз Майнд Макс мы имеем. А вот Гот Укола там в Майнд Макс она тоже в небольшой дозировке, но для выраженного хорошего эффекта Гот Укола нужно минимум 250 миллиграммов. И вот одна капсулка Гот Укола с утра она очень хорошо дополняет эту программу и очень хорошо помогает реализовать все те наши надежды, которые мы связываем с этой программой. У нас на эфире присутствует мама ребенка Макарычева Ольга. Я сейчас могу остановить демонстрацию экрана и дать ей слово. Давайте попробуем. Вначале у нас в общем при рождении было очень много проблем в том плане, что нам сразу инвалидность поставили. Тяжелая форма в общем при гипоксии ребенок был рожден, стремительные роды. В общем очень слабенькая была. Мне сказали там ходить она уже не будет у вас. В общем плохие прогнозы сразу сказали. Ну не сразу там через полгода после всех обследований уже. Сначала как бы непонятно было. В общем добивались сначала лечили обычными методами. Ну я не знал про эту продукцию. До пяти лет в общем страдали мы первые три года вроде как ну в общем пытались все исправить уколами там разными массажами. Двум с половиной годам она у меня все-таки пошла. Начала ходить. Вот. Ну какой-то результат все-таки был от препаратов аптечных ну небольшого. Но у нас начались судороги. К трем годам вот рост активный уже пошел ребенка и начались судороги. То есть массажи уже делать нельзя было. и у нас препарат нам ввели против судорожной врачи. От него очень много побочных эффектов пошло. У нас анемии начали руки в общем холодные ноги постоянно ну на печень все желудочно-кишечный тракт вообще полностью расстроился и потихонечку вот я начала там с хлорофила по-моему сначала потихонечку стали мы восстанавливаться и вот уже сейчас семь лет мы два года на этих препаратах вот кальций магний хилат вот экола магний хилат и лецитин вот сейчас ввела и амегу на постоянной основе вот ну результаты нас конечно порадовали то что здесь нет побочных эффектов меня порадовал потому что вся аптека она была побочные эффекты сплошные и мы прям устали от этого бороться ребенок вообще слабел и слабел боли слабый был тяжело очень было ну гадит того как бы состояние между жизнью и смертью вот такое было постоянно а препарат нельзя бросать против судорожной в общем добились вот этого стабильного состояния сейчас хотя бы спокойно вот это вот нет вот этих простуд бесконечных которые каждый месяц болели простудами у нас как-то вот и лецитин вот этот она прям любит его она сама достает из холодильника банку может вот там 5-6 штук прям за раз съесть как конфеты вместо конфет у нас вот идут они кальций тоже вот когда я стала водить он прям заметила как она крепла стала покрепче вот и год колу конечно вот у нас постоянно реакция на погоду на перемену погоды была год колу конечно она нам более стабильное дало состояние она сейчас не стала вот она как погода меняется она прям пополу валялась можно сказать тяжело вот ей так было что она прям не знала куда себя деть пальцы там в рот пополу валялась кричала там а сейчас вот погода меняется она уже нет таких состояний она уже как-то более-менее спокойная и вот еще мне понравился эффект вот какой-то колы в том что она сразу действует вот у нас были такие случаи когда она ночью просыпалась и вот у ней как бы задыхается она вот такое состояние наверное вот как голова наверное болит вот вот сосуды сжаты головного мозга и тяжело не знаешь что делать я сразу открывала вот эту капсулу я ее она глотать не может я ее растворяла в водичке с медом потому что она горькая на вкус я вот ее растворила дам и через 10-15 минут у нее прям она раз вот и расслабление идет то есть она была напряженная и через 10 минут и раз она обникает как бы хорошо ей становится и начинает смеяться улыбаться то есть сразу видно что вот ей полегче стало через 10-15 минут вот так вот происходило то есть это показывало то что мне внутричерепное давление вот это сжатие сосудов и когда вот этот препарат принимаешь он прям сразу эффект и магний вот точно так же магния месяца 4 назад стала давать его она вот у нее пошло такое состояние что руки вот так тряслись то есть у нее какое-то напряжение было мозговое я ей даю магний капсулу я ее тоже раскрываю или с кашей или с соком развожу потому что тоже капсулу она не проглотит и раз через 10 минут прям ребенок успокаивается то есть тряски вот эти вот руками вот так постоянно она трясла перестали то есть дали и вот такие у меня опыты да Ольга хорош да у нас ребенок очень тяжелый очень тяжелый состояние и сразу видны вот эти результаты то есть это рассказывать можно очень долго но я вам самые яркие вот пример рассказала сейчас действительно яркие потому что на здоровых детях может быть не так заметно а вот на таких вот тяжелых спасибо вам если кому-то будет полезно да да конечно конечно очень полезно спасибо вам большое вы так много так интересно так глубоко и подробно проанализировали все спасибо я понимаю что вам это было очень непросто вы преодолевали себя это годы это годы конечно 7 лет это очень много мне пришлось с ней конечно наблюдать за ней но самое интересное это образ жизни я поняла что это нельзя вот моментно это нужно как бы вводить как в образ жизни то есть это питание соответствующее ну обычное нормальное как может быть в советское время у нас было не то что вот сейчас химическое вот это все да вы абсолютно правы мы тоже об этом постоянно говорим что да то питание которое мы сейчас имеем оно уже не может обеспечить спасибо давайте продолжим так друзья мы остановились на том что мы обсудили те продукты которые помогут нашим детям хорошо и успешно учиться посмотрим что им может помешать а помешать им может не только отсутствие чего-то но и присутствие чего-то мы вот уже говорили о том что присутствие в рационе ребенка вот этих сладких газированных напитков очень пагубно сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата что косточки становятся рыхлыми и даже ломаются но оказывается и сами сахара они тоже негативно влияют и вот специалисты говорят что если порция сладостей большая разовая а в сладких напитках или там сладостях это именно так и происходит то в результате вырабатывается сахар в крови быстро повышается вырабатывается очень много инсулина инсулин эффективно все это соответственно закачивает и его всегда вырабатывается с перебросом и резко падает уровень сахара в крови и у ребенка опять голод и ему не хватает энергии и в этом случае организм для того чтобы повысить уровень сахара в крови начинает выделять такие гормоны как кортизол и адреналин Ольга можно там ваш микрофон выключить адреналин и кортизол они приводят к тому что ребенок становится раздражительным агрессивным и родители замечают если дать ему опять что-то перекусить сладенькое он опять на какое-то время опять успокаивается и опять с ним можно как-то ладить но вот эти вот качели они ни к чему хорошему не приводят и сейчас все больше и больше детей даже сахарным диабетом заболевает но мы сейчас не об этом мы о нервной системе так что очень аккуратно относитесь к сладким к углеводистым к выпечке старайтесь это все регламентировать не не позволяйте ребенку ну как бы бесконтрольно пользоваться доступом к сладостям потому что в некоторых домах я это сама наблюдала стоит ваза или там креманка с конфетками на столе ребенок идет и вот так ухватывает эту конфету сует ее за щеку и он даже не придает этому значения и старшие не придают этому значения а это очень важный и очень печальный момент и это мешает в том числе и учебе что еще может помешать нашим детям хорошо учиться и быть здоровыми это конечно паразиты это вот такая бесконечная тема это и больной живот это и больная голова это и нарушение аппетита нарушение поведения есть такая точка зрения что демол паразиты в организме ребенка живут ну и пусть себе живут а на самом деле все зависит от количества если их там совсем немного да организм справится с этим но если их много то они разрушают внутренние органы есть достаточно много паразитов которые селятся во внутренних органах и не только в кишечнике а в поджелудочной железе в печени и более того даже в других органах и даже в нервной системе в глазах мы потом поговорим об этом паразиты приводят к развитию всевозможных заболеваний их токсины их продукты жизнедеятельности они приводят к разрушению ткани организма соответственно детское развитие тоже будет нарушаться и качество учебы и все это очень часто паразиты являются причиной аллергии эти аллергии могут быть незначительные в виде вот таких покраснений высыпаний а могут быть и вот такие сильные вплоть до отеков какие же паразиты наиболее распространены в нашей местности это аскориды это аскорида человеческая как вы видите размер самки до 30 сантиметров а я читала что и до 45 у самца до 20 а живут они год представьте себе если их много если они должны таки здоровенные вырасти как они ребенка объедают не говоря о том что они и выделяют продукт своей жизнедеятельности и объедают его и по кремнию что вызывает нарушение осанки по другим микроэлементам и по витаминам как дети заражаются аскоридами аскорида когда она вместе скалом попадает в почву и может и через растение с этой почвы потом личинки попасть к человеку может и через воду но нахождение в течение двух недель в почве при положительной температуре это обязательная стадия именно там в почве развиваются личинки и вот эти личинки они уже могут заразить человека через рот как я уже говорила и с растениями и с водой и поэтому очень важно хорошо мыть те фрукты те овощи которые вы даете ребенку когда-то может быть ошпаривать кипятком ну и следить за тем чтобы вода у вас не которую вы пьете не смешивалась каким-то образом с какими-то сточными водами это аскорида человеческая а есть еще аскорида от кошек и собак она называется таксокара она меньше существенно по размеру чем аскорида человеческая но она неприятна тем что может передвигаться под кожей и по лимфатическим сосудам путешествовать по организму и где угодно может осесть ее личиночные стадии и я читала в литературе что 20% косоглазия у детей связаны именно с тем что она находит себе убежище в глазу вот посмотрите вот здесь вот показано верхние века и это же может даже и привести к тому что глаз то и ослепнет в итоге и вот здесь вот она может по нижнему веку ползать ну мы видели что это здесь вот на ногах вот здесь на пальцах здесь на стопе но даже и нервная система даже и глаза могут ей поражаться основным источником заражения таксокарой являются песочницы песочницы куда могут прийти кошки собаки им им очень нравится делать свои дела именно в песочке в песочнице песочницы к сожалению в нашей стране не закрываются они в доступе и любимые занятия маленьких детей это песочница и уследить в песочнице да конечно вы потом придете домой вы ребенку руки вымоете безусловно но в песочнице уследить особенно когда у ребенка дефицит кремния он может просто этот песок есть понимаете известны же случаи когда из-за дефицит кремния когда не хватает этого микроэлемента дети штукатурку отковыривают там глину с печки ковыряют и едят ее но они также могут и почву есть потому что они интуитивно чувствуют что кремния там много он не усваивается он в кристаллическом состоянии но это уже другое дело но они пытаются вот таким образом компенсировать этот дефицит по кремнию и вместе с песком заносят и вот эти личиночную стадию таксокары и заражаются поэтому если у вас есть песочница своя в деревне или вы живете в частном доме ее необходимо закрывать ребенок поиграл закройте пластиковые с крышками сейчас продают как вариант ну вот это основные поставщики таксокары это кошки и собаки острицы маленькие маленькие паразитики острицы вот здесь вот видите линейка чтобы было видно что они меньше сантиметра размером и интересен их жизненный цикл они живут в тонком в дистальном отделе тонкого кишечника и ночью они путешествуют через толстый кишечник вот здесь вот не очень может быть приглядная картинка но я это взяла из интернет это анальные отверстия они выбираются наружу откладывают яйца вокруг анального отверстия вот здесь вот видите кусочек каловых масс с этими острицами они вышли наверное их гоняли этих остриц вот они вывылились и они откладывают яйца опять заползают в организм ребенка и там себе дальше проживают а эти яйца на воздухе превращают превращаются в личинок и выделяют вещества которые раздражают кожу ребенок начинает чесать попу вот эта вот картинка она здесь не зря такая он может ее чесать и могут это попасть под ногти руки на руки и потом уже это готовая к заражению личинка она же опять через рот попадает в кишечник ребенка и начинает там уже развиваться во взрослую стадию очень большое распространение последнее время получили лямблии что такое лямблии это не глист это простейшее они очень маленькие видны только под микроскопом им вообще не надо выходить из организма человека они делятся внутри организма путем простого деления и они чрезвычайно токсичны и дети очень страдают когда лямблиоз страдают головной болью у них характерная такая бледность застой желчи из-за того что отечный фаттер в сосок и раньше люди болели только человеческими лямблиями а сейчас в литературе появились сведения о том что те простейшие которыми болеют домашние животные типа лямблии тоже у них свои лямблии они тоже ими тоже могут заражаться дети по всей видимости вот нарушение суммарное нарушение экологии да когда вот ну все разбалансировано собственный организм и окружающая среда видимо вот это приводит к тому что и коронавирусы стали передаваться человек к человеку и глядишь и лямблии стали от животных передаваться к человеку и еще последнее время широко распространилось такой паразит как кишечная углица кишечная углица стронголоидоз вот они в основном к нам попадают из южных стран чаще всего с зеленью но печален тот факт что они откладывая яйца в слизистой кишечнике человека через какое-то время если выводится личинка и если в течение 24 часов эту личинку грубо говоря не выкакать то она уже остается в организме начинает жить поэтому те люди у которых запоры они могут этим стронголоидозом хоть всю жизнь болеть поэтому очень важно наладить стул и стул должен быть не меньше двух раз это касается и взрослых и вот для того чтобы это подчеркнуть я вот тоже взяла вот это вот из интернет что кроме прямого цикла развития у них есть еще и аутоинвазии когда личинки превращаются прямо в кишечники без повторного заражения то есть как лямблиями так и углицей можно всю жизнь болеть теперь я хочу сказать кто заражается заражаются дети до полового созревания почему потому что когда личинки и яйца всякие вот эти вот этих паразитов проходят через желудок они в кислой среде желудка должны погибнуть а у детей до полового созревания кислотный желудочный сока низкая и она не обеспечивает вот эту санацию пищи желудок не может выполнить роль сам пропускника и дети заражаются в советские времена в россии в советском союзе действовала всесоюзная программа наркома семашка и во всех детских учреждениях и в садиках и в школах дважды в год единовременно у всех гоняли паразитов и это было очень хорошо потому что когда дети одновременно освобождаются от паразитов пройдет достаточно много времени прежде чем они там где-то заразятся прежде чем они сами станут заразными и вот это вот здорово вручало теперь когда эта программа не работает а те справки о том что яйца глист не обнаружены они и очень не информативны информативны всего 20% то в этом случае дети с острицами с лямблиями они продолжают ходить в школу в садик это это вопрос фактически уже никто не контролирует и если мы будем одного отдельно взятого ребенка гонять ему глисты глист препаратами лекарственными препаратами с большим количеством токсических побочных действий а потом на другой день он будет приходить в садик и опять заражаться то это надо очень часто делать и мы детей своих отравим и поэтому большое счастье что у нас сейчас есть такой инструмент как противопаразитарная программа абсолютно безопасными травными препаратами первое что мы обычно рекомендуем это локло локло это очень большой набор пищевых пищевых и лекарственных трав в виде порошка и благодаря тому что там содержатся семена подорожника обладающие таким мощным склеивающим действием благодаря тому что там смола и камеди других растений он очень эффективный адсорбент и он выводит токсины и облегчает состояние детей больных паразитами и действует сразу же как вот Ольга говорила год укола сразу же и локло сразу же облегчает это состояние снимает интоксикацию поэтому локло мы используем в этой программе очень часто дети которые у которых есть паразиты у них нарушено переваривание пищи у них болевой синдром и можно сразу же присоединять пищеварительные ферменты эти ферменты интересны тем что там практически все это ферменты растительного происхождения папаин из папаи бромелоин из ананаса амилаза из солода и в результате эти ферменты позволяют допереваривать пищу и у ребенка снимается болевой синдром и налаживается усвоение пищи для того чтобы не было запора мы детям рекомендуем использовать репейник репейник он обладает и ветрогонным и мочегонным действием и отхаркивающим и антибактериальным и противогрибковым и вот эти вот три препарата два из них локло и репейник являются обязательными ферменты можно не с первого дня но они пойдут у нас потом эти препараты нужно давать ребенку для того чтобы создать пути эвакуации для тех паразитов которых мы потом будем выгонять в противном случае если у ребенка не налажен стул если у него запоры мы будем давать глистогонные травы они не смогут выйти и могут быть проблемы ну какие проблемы ну они там побыли побыли в неподвижном состоянии а потом и восстановились время которое мы обычно тратим на создание путей эвакуации ну где-то граничивается пятью семью днями через пять дней через пять семь дней мы присоединяем противопаразитарный препарат грецкий орех все травы противопаразитарные которые мы используем они изгоняют паразитов они убивают потому что если убивать паразит внутри человека он может там загнить и создать интоксикацию а вот черный грецкий орех который мы рекомендуем для дегельминтизации детям он их просто гонит суть его заключается в том что он парализует нервную систему этих паразитов и они перестают удерживаться или в просвете кишечника кишечника как это в случае с острицами с коридами или в стенку кишечника они вцепляются если это лямблия а здесь они их нервная система парализуется они отваливаются как бы или становятся неподвижными и локло закрутив их в свои объятья благодаря репейнику выносит их вот с момента когда мы начинаем давать черный орех ферменты должны присутствовать обязательно почему потому что все паразиты стараются укрыться от неблагоприятного воздействия пищи мы ведь такие мы можем и лук и чеснока и перцы что-нибудь наесть им это все не нравится и поэтому паразиты они всегда укрываются оболочкой из слизи углеводно углеводно белковой слизи и тем самым они защищаются от воздействия трав и для того чтобы черный орех он кстати сказать эту оболочку пробивает но для того чтобы эффект еще лучше был выражен вот мы и рекомендуем использовать ферменты по крайней мере тогда когда вы будете давать орех когда нужно заканчивать эту программу гонять паразитов потому что говорят там банки хватит а банки на троих хватит вот когда восстановить самочувствие ребенка и когда паразиты перестанут появляться в горшке и я сейчас хочу попросить наших присутствующих здесь наших участников я хотела поделиться нашим опытом как мы избавились от паразитов избавлялись у внучки мы начнем с того что проблемы у нас возникли с того момента как у многих наверное когда мы пошли в ясли то есть первое приступообразное боль была в животике даже меня вызвали в группу и я на что я могла подумать только на аппендицит что мы разве думаем об этом что у нас могут быть паразиты нам никто не подскажет из врачей потому что все анализы когда сдаются будь то вот когда мы в сад приходим или когда берем абонемент там в бассейн все анализы прекрасные ничего не найдено и все хорошо можете посещать детский сад и бассейн и тут вдруг вот эта боль ну никак не ассоциировалась у меня с паразитами а потом дальше после заболевания ветрянки у нас пошли частые проблемы со здоровьем воспалительными заболеваниями носоглотки лодки и все это привело в итоге еще и к отитам и за полгода у нас было 5 отитов когда и уже где мы только не консультировались у кого только не лечились и нас направили на удаление аденоидов второй третьей степени дочка уже мы приехали в областную больницу нас госпитализировали и дочка в последний момент дрогнула и сказала что нет я здесь не остаюсь ребенка не оставляю на эту экзекуцию что долго мы об этом тоже думали решались не решались уехали оттуда что делать а потом посоветовали мне значит вот пройти диагностику такую на Бероне и когда мы пришли Диана Михайловна нам все подробно рассказали откуда у нас ноги растут и что с нами творится на самом деле и откуда эти отиты и что они не прекратятся у нас наверное и после удаления аденоидов если в носоглотке и в слуховой трубе там видимо после ветрянки наверное вирус герпеса застрял надолго и еще так же уже кандиды разрослись после антиктуальной терапии бесконечно просто бесконечно вот и когда мы начали а еще у нее были такие симптомы конечно как и головная боли у нее была уже сильная интоксикация просто постоянные срывы то есть истерики на ровном месте абсолютно и усталость и панические атаки усталость даже после того как она ну просто проснулся ребенок и уже все я устала уже сидя на диване просыпалась плохо со слезами но очень тяжело было с таким ребенком конечно и гулять на улице потому что в любой момент она останавливалась все устало били на ручки но истерики были такие что все останавливались нам сочувствовали начинали все помогать как-то успокоить этого ребенка алло меня слышно да-да-да я что-то алло да-да-да-да рассказывайте рассказывайте все хорошо вот и ну было тяжело смотреть на ребенка я вижу что это не просто капризы потому что мама папа как бы говорили что ну что у нас Сонечка вот там у других то у наших знакомых ты еще не знаешь какие бывают дети и что они творят сейчас многие дети такие вот гипервозбудимые это нормально это превосход то есть у меня как бы ну я вижу что это не просто так не просто капризы я вижу что ребенок может помогать как-то уже глобально и тут после того как мы начали эту программу ребенок просто на глазах через недели две она другая стала у нее появился аппетит то ее было просто не накормить ей только давай если проголодалась значит давай что-то сладенькое уговариваем лучше так что хорошо то есть слежила конфетки но после этого только тарелку супа там еще что-то вот то есть все время тянула на сладенькое абсолютно всегда пить не пила воду или что-то еще там не напоешь ее не накормишь голова болела спала плохо все время мокрая вот у нее голова мокрая всегда волосы и ножки мокрые оттливость такая была повышенная ну вот видно что а потом еще как-то после побуждения внезапная вода тут началась ну беспричинная просто на ровном месте и я так поняла что-то тоже может быть от этого потом уже когда вернее объяснили все это и после приема препаратов у нас заметно было улучшение просто через две недели это всем было явно гибло сколько времени вам пришлось принимать препараты а всего где-то месяца три пришлось принимать еще разочек очень хорошо шум какой-то три вы трогаете и он все время шум шип три месяца где-то вот так а что вы реинтересовались что принимали так долго мы реинтересовались потому что я следила за содержимым за содержимым горшка ой мне заряд за содержимым горшка я следила значит вы хотите сказать что в течение трех месяцев вы в горшке наблюдали смотрела что-то видели потому что их было настолько много что первый раз заметила вообще первый раз заметила когда я увидела что из горшка начала выливать и там как будто бы как бусы повесились вот так я смотрю у нее стул очень крепкий был вот эти шарики как будто на ниточки нанизаны и потом я хоп думаю так сливать рано посмотреть и вот я начала уже ковыряться в этих козьих горошках и смотрю на этой оскориды вот эти горошки как нанизаны как бусики вот так вот Как ожерелье. И вот я каждый горшок после этого начала проверять уже. И смотреть зубочистками. И каждый день что-то выходило, да, Галина? Зубочистки беру вооружение. И каждый день что-то выходило. И не под ноги, у меня все склеены. Да, вас стало очень плохо слышно. Спасибо. Мы поняли. Не за что. Мы поняли, что продолжительность курса три месяца вы выбрали не просто так. Да. Просто в течение трех месяцев видели, как там все... Мы продолжали. Да, уходят и выходят и выходят. Итак, друзья, сколько же времени необходимо продолжать противопаразитарную программу? Галина рассказала нам про свою внучку. И она нам рассказала, что в течение трех месяцев продолжала наблюдать, как паразиты покидают ее организм. Но на самом деле не каждый родитель, не каждая бабушка может отследить, сумеет отследить этот процесс и так тщательно, как она нам рассказывала, что она брала зубочистку и ковырялась там, и, грубо говоря, по головам пересчитывала, сколько их сегодня вышло, две или десять. Ну, в таком диапазоне она мне просто говорила, что от двух до десяти каждый день она могла посчитать по головам. Но нужно дождаться, когда ребенок будет хорошо себя чувствовать. Вот когда самочувствие ребенка восстановится, вот тогда уже можно приступать к восстановлению флоры. И тут я хотела остановиться вот на каком вопросе. Мы говорили о том, что, да, вот программа «Симашка», вот она не стала работать, но мы вот чистим сами своих детей там два-три раза в год. И кто-то же при этом и говорил, что этого мало два-три раза в год, потому что дети заражаются, и мы можем позволить себе травами делать это гораздо чаще. И я вот сама в своей практике своих внуков, когда чистила, я старалась делать это каждые каникулы. Перед школой в августе чистила, потом в осенние каникулы, потом в зимние каникулы, потом в весенние каникулы и по окончании школы. Это вот получалось пять раз. Но люди, которые уже давно знакомы с этой продукцией, и которые вырастили на этой продукции и своих детей, и своих внуков, имеют богатый опыт, они вот для себя выбрали несколько иной путь. И сейчас мы попросим Татьяну Ивановну Орлову поделиться с нами информацией, какой путь и как она подходит к этому вопросу. Татьяна Ивановна, пожалуйста, расскажите. Добрый вечер всем. Ну, я знакома с продукцией НСП почти 16 лет. А привела меня сюда проблема с внуком, у которого была ужасная аллергия. Ну, соответственно, запреты на множество продуктов, нарушение сна, возбудимость. Такое впечатление, что ребенок сам себе места не находил, поскольку я с ним когда одна оставалась. Ну и, конечно, приостановился в развитии. Принимали медикаментозные препараты, вплоть до гормональных. Но случилось так, что мы попали. То есть, когда меня мама попросила, мам, помоги, я искала и вот вышла как раз на офис, на продукты. Продукты для меня-то были, так сказать, незнакомые. И сделали, привели ребенку диагностику Абирон. Она как раз только появилась в центре и обнаружилось, что у ребенка, вот как я говорю это неоднократно, всякой твари по паре. То есть, целый букет разного рода паразитов, порядка 6-7 видов. Дом, конечно, когда я это сказала, они удивились, откуда это может быть у ребенка. То есть, он домашний. Но в семье был старший мальчик. Он учился в школе. И, безусловно, это все было, скорее всего, источником заражения был он. Программу составляли... Препараты для меня были незнакомые, поэтому я сейчас не вспомню, какие это были препараты. Но, скорее всего, вот из серии, о которых сейчас говорила Диана Михайловна. Программа была большая и проводилась где-то порядка 3-4 месяца. Ребенок ожил. Ну и я, будучи уже приходящей бабушкой, уже видела и отношения ребенка, и родителей. Ну, подкармливала его. И давала в основном год укола, лецитин, лактобактерии и 5-гидроксикиптофан, потому что, в общем-то, сон там был еще не восстановлен. Ну, с той поры появилось там еще 4 внука и у других детей. И один из них жил, Артем, он жил с нами. И был, как я говорю, в зоне доступа ежедневно. К тому же и мама во время беременности проходила программу введения беременности. То есть он, мальчишка, родился крепкий, нормальный. Так сказать, очень-очень-очень крепенький. Вот. Поэтому где-то с полугода почти постоянно это были лецитин, омега, кальций, хлорофилл, ну и бифидофлора. Но вот месяцев 8-9, когда дети ежемесячные, вот до года проходят ежемесячные наблюдения у педиатров, в каких-то из анализов обнаружили цитомигаловирус. Этим занималась мама. Я была в отъезде, и ей выписывали интерферон, ну еще какой-то препарат. И когда я приехала, и мы пошли вместе уже ходили на повторный прием после вот этого назначенного курса, то оказалось, анализ сделали, оказалось, что после аптечного интерферона титры цитомигаловируса снизились совершенно незначительно. А у нас в то время появился колострун. Он, в общем-то, такого же плана интерферонного, так сказать, активности. И мы, как бы она с мамой согласилась, по рекомендации, стали давать колострун. Вот первая упаковочка по одной-два раза сделали анализ, и титры вируса оказались в пределах нормы. Буквально с одной упаковочки. Но вторую мы пропили упаковочку для поддержания результата. Потом-то он пошел в садик, где-то начались, конечно, и болезни, где-то с трех лет. И когда он заболевал, ну, мама в основном на работу, редко она была на больничном, и я ему давала вот как бы схемку такую, подарка, черный орех, репейник по одной капсуле. Первые два дня 4-5 раз. Следующие два дня снижала 3-4 раза. И еще там дня 3-4, ну, 3 раза. На ночь давала бактерии. И вот в самый первый раз, когда я вот как бы сделала такую схемку, что ли, для него, в самый первый раз буквально вот он уснул, температура у него упала, встал, когда после сна дневного, и сходил в туалет, то я в горшок заглянула, вот буквально какая-то шевелящаяся такая масса с вкраплениями, с прожилками. Вечером было тоже самое, я уж прошу прощения за подробности, я, конечно, ничего, я только вот посмотрела, но картина была, в общем-то, впечатляющая. Вечером то же самое, но чуть в меньшем разе на это. Ну, дальше я уже не заглядывала, поскольку я увидела, что эта программа работает, и ребенок вместе с тем, что он и поправляется, поправляется быстро, ну, еще и проходит вот такое очищение. Болел он нечасто, и поэтому вот противопаразитарку как-то проводили весной и осенью, вот, а лет с пяти, в общем-то, совсем как-то уже не болело, я пришла к следующей системе. Каждый месяц, одну неделю, где-то вот с начала месяца, допустим, я ему давала подарка две капсулы, черный орех две капсулы, репейник две капсулы, по две капсулы два раза, все одновременно вместе он выпивал. Утром перед садиком и вечером на ночь. Ну, это была как вот такая профилактическая. Иногда репейничек я занимала, это заменяла е-чай, тоже очень хороший препаратик, он и детский, и он также активирует деятельность кишечника. То есть, для меня вот это было равносильно вот периодической уборке в квартире. Раз в неделю все равно мы убираемся. Ну, и тут раз в месяц у него убираюсь в его, так сказать, в кишечничке. То же самое, как сорняки пропалывают на огороде, у кого чтобы не глушили основные. Так же ему. И поэтому не было никаких болезней, ничего, вроде как все нормально. И еще вот каждую осень перед началом сезона различных уровей, гриппов, это где-то порядка от октября-ноября колострум с профилактической целью. Настолько вот он как-то чудесный такой укрепляющий и защищающий препарат. Ему одну упаковочку он пропивал по одной два раза, а взрослым, ну взрослым кто, я сама пропивала, по две два раза, но безусловно уже две упаковочки для взрослых. И всю зиму кто чихает, кто чего, в садике дети ходят, там 3-4-5 человек остается, а Тема каждый день. Как вот. Сейчас Тема живет с родителями отдельно, и вот когда бывает в зоне доступа, я говорю, то есть приезжает он ко мне и достаточно часто, и он даже раз, хотя бы три денечка, хотя бы четыре, хотя бы пять, и мы эту же программку пропиваем по две, ну тут уже раза три удается. Тот же самый подарка, и чай, и пеник, ну и в качестве поддерживающей такое, это постоянно лецитин, келп, омега, омега периодически, пчелиная пыльца, то есть то, что дает все же поддержку, вот. И причем вот подарка, после того, когда вышла программа по ЖКТ, этот, как его, подарка, заваривать, я стала, значит, вот подарка завариваю горячей водой, в чуть подостывший добавляю черный орех и хлоросил. И вот ребенок пьет, репейник пил капсулами, потому что вкус как-то немножко, он, ну не нравится ему. Вот, и вот такой заваренный чай брал в рот, я и сама тоже так же это делаю, берешь в рот, подержать настолько, насколько сможешь, а потом проглотить. То есть, по сути дела, это санация полости рта, потому что и заражение часто все же идет отсюда же. Вот это, для меня, мне кажется, это тоже очень важно, что когда держать и просонировать еще и ротовую полость. Ну, что еще хочется сказать, что вот в отличие от фарм, препаратов, которые можно проводить только, ну, дважды в год, потому что они все же токсичны, вот, наши продукты абсолютно безопасны, они, кроме всего прочего, многопланового действия и кроме противопаразитарного действия, вот то, что вроде бы программка-то была такого, они поддержат и почки, и легкие, и щитовидку, и печень, и все другие системы. это настолько безопасные продукты, важные, нужные, необходимые и многопланового действия, чем они мне очень нравятся, и, в общем-то, и детям тоже, даже тот же самый Тема приходит, баб, завари мне свой чайок, даже просто так, чай, это хлорофия, это подарка, вот, черный орех, завари чайок, любитель. Ну, вроде бы все. Спасибо, Елена Ивановна. Все кажется. Я что хочу сказать, вот, ту большую информацию, которую дала Татьяна Ивановна, я всех призываю прислушаться к этому очень внимательно, потому что она вот нам рассказала о том, что с ее внуком, где она получила первый опыт применения продукции Nature Sunshine, были проблемы, он не только болел, там была не только аллергия, но она вскользь сказала, что была задержка развития, а я вот знаю, что там очень серьезно все было, что ребенок начал стоять и ходить, а потом вдруг он стал утрачивать эти навыки, и вот благодаря тому, что она применяла эту продукцию, благодаря тому, что она очень вдумчива и широко и всесторонне подошла к этому вопросу, парень вырос и парень не просто вырос, парень велосипедист, он занимает первые места на российских и международных соревнованиях, так что вот эта программа использования и тех препаратов, которые Татьяна Ивановна перечисляла, она в общем дала ну просто прекрасные результаты, и поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к ее рекомендациям, они ведь не просто так, они родились на практике, они подтверждены прекрасными результатами, спасибо, Татьяна Ивановна, ну вот, ребят, нам Татьяна Ивановна все вот это вот рассказала, очень интересно, все очень познавательно, и давайте продолжим дальше, что же мы теперь будем делать, после того, как мы выгнали паразитов, ну сколько смогли, столько и выгнали, как говорит Татьяна Ивановна, пропололи грядку, маленькие сорнячки в небольшом количестве остались, да они и не мешают, и нам нужно восстановить флору, почему мы говорим, что восстановить флору, потому что представьте себе, как могут жить дружественные бактерии, такие нежные, такие чувствительные, такие ранимые, если в кишечнике живут паразиты, если там грязь, если там слизь, если там токсины, безусловно, паразитарная инфекция, она всегда сопровождается дисбактериозом, и поэтому необходимо восстановить флору, и для восстановления флоры мы продолжаем давать тот же самый локло, который у нас был и в программе противопаразитарный, он выполнял роль царбента, он запутывал и окружал этих паразитов, и они не могли уже шевелиться, и все, у них не было выхода, они вылетали вместе с каловыми массами, но в этом случае локло является пребиотиком, он является тем препаратом, вещества, которого кормят бифидобактерии, и мы как бы продолжаем ребенку давать тот же препарат, но дополняем его дружественными живыми бактериями, узловое слово в том, что я сказала, это живые, вот я из интернета взяла вот такую вот картиночку, и здесь внизу сравнивается бифидофилус, флорофорс и линокс, и здесь сравнивается количество капсул в упаковке, активность бактерий, то есть содержание бактерий, и выводы, вот такую дозировку, и вот эта вот дозировка линокса, которая содержит, сейчас скажу, одну, нет, 19 на 10 в седьмой, да, там, там, ну, и сравнивается, то есть одной упаковке бифидофилуса соответствует 18 упаковок линокса, я это так поняла, но дело даже не в этом, здесь, да, здесь 12 миллионов, а здесь 3500 миллионов, правильно, да, 12 миллионов, 12,6 нолей, а здесь 3500 и 6 нолей, да, 3500 миллионов, а здесь 12 миллионов, но дело даже не в этом, я о другом хочу сказать, в линоксе бактерии неживые, а ведь кишечник это как проточный агрегат, вот вы проглотили этот линокс, а успеют они там проснуться из своего сушеного состояния, успеют ли они дать потомство, это неизвестно, могут не успеть, потому что это проточный, они протекут в этом проточном агрегате и все, понимаете, и поэтому надо даже сравнивать препарат с живыми бактериями, с препаратом с сушеными бактериями нельзя, мы обычно сравниваем бифидофилус флорофорс с препаратом ацепол, где 10 миллионов живых бактерий, там 10 миллионов, а у нас 3500 миллионов, и получается, мы обычно сравниваем по стоимости, и по стоимости получается такая неприличная там в 300 раз разница, что ее даже как бы и произносить-то неловко, но каждый из вас может это все посчитать, и вот это вот обязательно нужно делать, потому что после того, как вы убрались кишечники, как Татьяна Ивановна говорит, после этого нужно заселить кишечник дружественной флорой. Еще один препарат, в котором также содержатся живые бактерии, и также как бифидофила флорофорс, они сопровождаются едой, так как они живые, им нужно кушать, поэтому там фрукты олигосахара, как в одном, так и в другом препаратах, это детский препарат, это детский препарат, называется бифидозаврики, и там тоже и лакта, и бифидобактерии, и я не буду останавливаться на его составе, но он тоже значительно превышает профилактическую дозировку, и может рассматриваться тоже как лечебный препарат. Этот продукт, который называется бифидозаврики, его очень хорошо рассасывать для того, чтобы заселить флорой носоглотку, поэтому мы даже взрослым, детям-то это понятно, у детей, как мы уже говорили, достаточно низкой кислотной желудочного сока, им не обязательно кислот устойчивые капсулы, они прекрасно могут получить препараты так, но он выгоден тем, что его можно рассасывать, он и вкусный еще к тому же, дети сладенькие любят давать детям рассасывать и заселяется носоглотка, и вот эти вот все лимфоидные образования в горле, которые, как правило, страдают при всех ОРЗ, становятся хроническими очагами этих инфекций, вот все они заселяются лакто- и бифидобактериями, и это дает прекрасный, устойчивый результат, и дети гораздо реже болеют. Итак, друзья, все родители очень любят своих детей, и все родители считают своих детей уникальными и достойными занять самый высокий уровень на социальной лестнице. Это нормально, это естественно, а как вы думаете, вот те нагрузки современного школьника, которые, вот те темпы образования всестороннего диктуют, как вы думаете, дети хорошо с этим справляются? Но если даже ребенок болеет, мы же не собираемся жертвовать его развитием. Я вот помню, когда у меня, например, болела дочка, и она не ходила в школу, это был не повод пропускать уроки хореографии. Я думаю, что все родители в том возрасте, в каком я растила своих детей, тоже такие же чумелые, они тоже несмотря ни на что хотят, чтобы ребенок и на шахматы, и на танцы, и на рисование, и на музыку везде успевал. Но при этом мы еще хотим, чтобы они учиться, продолжали хорошо. А между тем статистика показывает, что у подростков, у современных в России, у 40% подростков уже имеются признаки явных или скрытых неврозов. Это в среднем. А на самом деле этот показатель доходит до 70%. И причем процент тем выше, чем более сильная школа. То есть, чем выше нагрузка. и когда между ребенком и его успехом встает недомогание, то дети не могут оправдать наших надежд. Родители в него вкладываются, а он не может. И это портит настроение и ребенку, и его родителям. И, что самое страшное, это портит отношения между родителями и ребенком. Родители настаивают, ребенок не может, ребенок обижается, родители злятся, а потом, когда ребенок вырастет, он будет на них обижен. То есть, это все плохо. Не так давно в России был проведен большой опрос, опрос большой выборки родителей, у которых дети должны пойти в школу. То есть, родители завтряхли школьников на предмет пожеланий. И как, чего они вот хотят, родители, чтобы их дети могли в школе делать и достичь. И то, как они оценивают. И 30% родителей, которые хотят, чтобы их дети получили хорошее образование, они признают, что их ребенок на это не способен. То есть, родители сами отдают себе отчет в этом. То есть, понимаете, как печально. Родители, они бы сделали, наверное, все для того, чтобы это все реализовалось. Но они очень часто не понимают, что делать. И ребенок тоже переживает. Он ведь на самом деле хочет угодить родителям. Он же хочет, чтобы они его не ругали, он же хочет, чтобы они его хвалили. И он даже перегружаться будет. Ну, дети разные, конечно, но он может даже и перегружаться, лишь бы родителям угодить, чтобы маму не огорчить, чтобы папа не ругался. Ну, вот, а потом, когда дети вырастут, и мы говорим, как же так? Мы ради детей забыли о себе, они этого не ценят. Они измучились, пока мы их там гоняли. И вот на протяжении 20 лет работы с продуктами Nature Sunshine мы убедились, что БАДы этого производителя работают на детях как социальный лифт. специалисты СНГ создали прекрасные схемы для использования препаратов для детей в зависимости от возраста. Их много в интернет, вы можете найти, я не буду даже отрывать время разборкой этих схем. Хочу только перед тем, как мы перейдем к витаминам, хочу только сказать вот о каком моменте. Не забудьте, пожалуйста, о том, что где-то начиная с 8-9 лет дети вступают в пору полового созревания. И вот в этот момент необходимо обязательно мальчикам давать цинк, потому что при половом созревании то те запасы цинка, которые есть в организме, их как бы репродуктивная система забирает на свои нужды и начинает страдать зрение, начинает страдать иммунитет. Поэтому вот этот вот момент, который я хотела бы особо отметить. А теперь давайте посмотрим, для того, чтобы наши дети все успевали, для того, чтобы у них было хорошее самочувствие, бодрость духа, для того, чтобы они хорошо учились, и у них было хорошее здоровье. Обязательно нужны витамины. Ребенку нужны витамины, потому что витамины входят как составной компонент ферментов, и фермент он не будет работать, если нет витамина. Есть белки, которые нуждаются в витаминах, я хочу сказать, не ферменты, а просто какие-то белки. Есть ферменты и белки, которые нуждаются в микроэлементах определенных. Например, например, витамина переносится витамин А переносящим белком, он называется ретинол, переносящий белок, а в него входит цинк. Вот и пожалуйста. А витамина это витамин зрения, из него зрительный пигмент синтезируется в итоге. И все, если не хватает цинка, падает зрение. А еще цинк входит в 300 ферментов. Представляете, как садится вся ферментативная система. Вот проколойные минералы мы уже говорили, где 60 микроэлементов, и они прекрасно обеспечивают микроэлементами. А вот по витаминам у нас есть два прекрасных препарата. Это препарат Суперкомплекс. Суперкомплекс это препарат для взрослых. Однако с детям с 10, а уж с 12 лет тем более мы даем именно этот взрослый препарат. И у нас еще есть детский препарат, который называется витазаврики. Витазаврики, они почему вот заврики? Там те же витамины, что и в Суперкомплексе, ну, немножечко там разные дозировки, они вкусные, жевательные, и дети их очень любят. Ну, это как бы детская форма, так как бифидазаврики детская форма живых бактерий, так, витазаврики это детская форма витаминов. И дозировки соответствующей возрасту вы всегда найдете. Кроме того, в Nature Sunshine есть набор, который называется здоровый ребенок. Что мы здесь видим? Мы видим здесь и витазаврики, и бифидазаврики, и коллоидный минерал, еще мы видим зубную пасту, мы видим лецитин и хлорофилл. Что за продукт хлорофилл? Это сок люцерны. Он очень богат магнием, как любой хлорофилл, зеленый пигмент. Он обладает свойством восстанавливать слизистые, и поэтому мы его не рассматривали среди как бы специализированных программ, но его можно подключать на любом этапе, к любой программе, и дети его очень любят. И даже если детки пьют мало воды, а воду необходимо пить, то с хлорофиллом они воду пьют очень эффективно, очень как сказать, с желанием. Итак, друзья, давайте на этот раз все сделаем правильно, чтобы наши дети пошли в школу, чтобы они хорошо учились, чтобы они были здоровы, и чтобы они блестяще закончили наступающий учебный год. Спасибо.